Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Добрый день, мне 30 лет замужем, родился ребенок, перед рождением ребенка у мужа случилась беда. С деньгами он был инвестором, получал проценты каждый месяц, но тот человек перестал переводить деньги, говорил, что проблемы и ищет выход, и сейчас вообще трубку не берет, муж пытается разрешить эту ситуацию, поэтому временно мы у моих родителей. Мама раньше к нему хорошо относилась, но после родения ребенка стала настраивать меня против него, говорить, что он без денег, хотя когда все было хорошо, он ни копейки на меня не велел. Все такое не нуден, пусть вообще в будние дни к нам не приходит, с нами не живет, а приходит на выходных увидеться с ребенком. Дальше больше, как-то сказала мне, чтобы он не давал советов по воспитанию ребенка, иначе она сделает так, чтобы он его вообще не увидел. Теперь хочет, чтобы я вернул девушек фамилию, и ребенку тоже поменял. Муж по отцу татары, но не мусульманин, и она говорит, что со своей фамилией всю жизнь ребенку портят. Мне дочь запрещала брать фамилию мужа, он настоял ребенку месяц, когда он просит есть, я ухожу разогреть молоко, мама подходит и говорит, бросил тебя твоя мамашка, только бабушка твой спаситель. Когда ребенок не хотел уходить с моих рук, она как бы в шутку стала говорить, что ребенок предател, она с ним гуляет по улице, а он не хочет от мамки отходить. Ребенка на руки брать не разрешает, говорит, ребенок должен знать свое место и лежать в своей кроватке. У меня по этому поводу другое мнение, я считаю, маленький ребенок должен быть с мамой. На мое возражение и невыполнение ее требований оплатить ребенка оскорбляют меня матом, говорит, что я сейчас анализирую свое детство, свою юность и понимаю, что чувств к ней как к матери нет. В ответ на ее оскорбление грублю я его ответ. Мне кажется, что у нее или не в стыдоме, или она нарцисс. Как мне поставить ее на место? Как ограничить ее влияние на ребенка? Правильно ли я поступаю? Снимать квартиру пока нет возможности. Вопрос задает Дарья. Да, и знаете как, вот я сейчас, наверное, скажу непопулярную вещь, потому что, ну, вообще, это говорить не нужно, потому что противоречит, как бы, нашей, вот, какой-то выгоде, да, я имею ввиду, выгоде, ну, в смысле, нас экспертов, вот, в данном случае, но, как бы, я не могу на это, на это не обратить внимания, в любом случае, не могу. Вот, понимаете, какая штука, вот, вы, с одной стороны, говорите, да, что у мужа есть проблемы с деньгами определенные, да, у вас нет, а, снимать, снимать, а, ну, возможности снимать квартиру, что вы живете, как бы, ну, вот, с нами, да, и так далее. Я вас понимал. Но, с другой стороны, вы же, а, сами при этом, при, при всем при этом, а, задаете, а, вопрос свой, платный, то есть он ваш, платный, ваш вопрос, понимаете, как, какая штука. Вот, как бы, это волей не волей как-то, вот, создает такой, я бы сказал, ну, диссонанс, что ли, то есть, как так, у вас, вроде бы, есть, а, проблемы, у вас, вроде бы, есть, а, трудности, у вас, вроде бы, он, какие-то, вот, ну, финансовые, есть, а, как бы, проблемы, да, вот, а, вы, как бы, вот, ну, задаете платный вопрос, вот, и это, конечно, довольно серьезно, как мне кажется, бросается в глаза этот момент, вот, я вас ни в коем случае не обвиняю, но, просто хочу, как-то, вот, на это, надо обратить ваше внимание. Следующий, следующий момент, да, вы говорите, что к маме у меня нет, э, чувств, как к матери, но, при этом, в ответ, вы говорите, что ей грубится, то есть, грубость, это, вот, некоторая такая, такая, обида, на нам, получается, или, что-то, вот, что вы, что вы, условно говоря, сдерживаетесь, что-то, что вы, как-то, вот, в себе, вероятно, подавляете, да, скорее, скорее всего, и, вот, этот аспект, аспект того, что вы, что-то, в себе подавляете, вот, ну, вероятно, вот, как-то, вот, может быть, или не замечаете, или предпочитаете, как-то это игнорировать, или, может быть, что-то, что-то еще, он очень важен. А, откровенно, прямо-таки, вот, откровенно, да, бросается в глаза то, что вы, ну, как бы, вот, как будто бы, вы, ну, очень сильно себе не доверяете, вот, понимаете, то есть, как бы, вот, как будто бы вы то на мужа пытаетесь опереться, потому что он настоял, чтобы вы взяли его, его, там, фамилию, да, то на мужа, то на мужа вы пытаетесь опереться, вот, то вы пытаетесь опереться на маму, как бы, вот, ну, на мой, на мой взгляд, стараясь, как-то, вот, добиться от нее, ну, какого-то одобрения, да, вашего выбора, ваших, вот, поступков, например, и так далее. То есть, вот, на мой, на мой взгляд, это свидетельствует о том, что несколько вы, вот, себе не уверены, к сожалению, к сожалению, да, и, на мой взгляд, вам необходимо развивать, вот, такую историю, ну, вот, историю, про, про доверие себе, вот, понимаете, ну, на мой взгляд, вот, на мой взгляд, ааа, к сожалению, вот, крайне, 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 крайне желательно, чтобы вы, вот, эту историю развивали. Сейчас вы, как-то, вот, довольны сильно, ааа, на мой взгляд, вот, в себе не уверены, слишком сильно. То есть что такое грубость? Грубость это вот неуверенность, чтобы вот ну как-то, как-то да, заглушить вот голос сомнений, скажем так. И это вот как бы то, что вас вот на мой взгляд очень сильно может привозить и беспокоить. То что может вас достаточно сильно напрягать. И соответственно с этим необходима работа. Вот. Значит у меня возникло ощущение, что вы нуждаетесь в, знаете как, в доказательствах, в доказательствах того, что, что вас любят. Вот какое у меня появилось ощущение, такое чувство, что вот нуждаетесь. Вы прям вот в доказательствах того, что вас любят. Вот. Это достаточно сильно проявляется в том, когда вы говорите, что возьмут неужели на вас денег. То есть, получается, пока он денег не жалел, да, вы были уверены. Вы были уверены в том, что вот все как бы хорошо. Но сейчас вы уже начинаете сомневаться за это. Понимаете, какая-какая история. Вот. Кроме того. Кроме того, возникло такое чувство, появилось такое чувство, появилось такое ощущение, да. Что вы склонны, 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 как будто бы прислушиваться к своей маме. Вот. То есть, как будто бы она на вас, ну, какое-то вот такое влияние имеет, да. Ваша, ну, ваша мама. Вот. Вот. И если это так, если это так, то на мой взгляд с этим вот в первую очередь нужно работать. Вот. Чтобы, как будто вы, ну, знаете, вот как-то поувереннее себя, может быть, чувствовали. Вот. Вот. Обратите внимание на ваши вопросы, которые вы задаете, значит, эм... Как мне поставить ее на место? Ну, в ее доме никак, очевидно. Да, нахожайка. Работать с личными границами вашими? Да, можно. Надо работать в первую очередь с вашей уверенностью в себе и страхами. Как ограничить ее влияние на ребенка? Ну, опять же, здесь как бы история больше про то, что физическое. То есть, если, ну, поймите правильно, если вы, как бы, позволяете, да, своей маме гулять с вашим ребенком, вот. То, ну, как бы, как она может на него, на него не влиять в таком случае? То есть, конечно, она будет, будет на него влиять, это нормально, абсолютно. То есть, вы здесь вот находитесь, понимаете, в такой позиции жертвы. И, поисследуйте, пожалуйста, треугольник Карпмана, вот, это есть в интернете. То есть, вы, как бы, и не хотите, да, с одной стороны, чтобы она влияла на ребенка, но с другой стороны, вы, как бы, вот, ну что, позволяете ей гулять с ребенком своей. Вот это, ну, по меньшей мере, странно. А, еще момент, а, причина, по которой вы переехали к маме, пока у мужа проблемы с деньгами. То есть, это тоже довольно забавная история, потому что... Как будто бы вы сбежали, знаете, нормально. Почему мама с вашим мужем конфликтует, да? Ну, на мой, на мой взгляд, почему. Потому что, они заперничают. Вот, они заперничают, потому что они походят к чем-то вероятно. И они заперничают за вас, за право, как бы, власть вот нормально. Связано это с тем, что вы, как бы, вот, опять же, выступаете в такой позиции, как бы, ведомого. Да? Вот. Мы с мужем, отношения какие вы справитесь, равноправные или не очень? Вот. Да, очень, в данном случае, важный, как мне кажется, момент. Вот. По крайней мере, я бы на это обратил бы существенное внимание. Вот. Потому что, от этого зависит то, как вы, в принципе, в дальнейшем будете, вот, ну, выстраивать свою жизнь. Вот. Вот. Такой ответ, в принципе, я мог бы вам сейчас дать с точки зрения, вот, как-то психологии, с точки зрения психотерапии, вот. И мой вопрос к вам будет такой, вопрос, который, я надеюсь, послужит сначала. Вот вы говорите, правильно ли я поступаю? Какие у вас основания сомневаться в своей правоте? Что мотивирует вас сомневаться в своей правоте? Какое значение для вас имеет ваш возраст? Если вы говорите, что вот мне тридцать лет. Это у вас какое-то значение в месяц. Да? Если вы говорите, что у вас чувств к маме нет, то какие чувства мотивируют вас, эээ, ей грубить в ответ? И последний вопрос, это, вот, вы сами по своим ощущениям, насколько наполнены чувствуете свою жизнь? Потому что ваш, ваш рассказ, это рассказ про других людей. Про маму, про мужа, про ребенка, но не про себя. Вот вы говорите, что у меня по этому поводу другое мнение, маленький ребенок должен быть с мамой. Хорошо. Как вы к нему относитесь? Как часто у вас есть возможность? И, точнее, как часто вы опираетесь на свое мнение? Это первое. Второе. Если бы муж не настоял на том, чтобы вы взяли его фамилию, чтобы было. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.